Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялось огромное количество событий, о которых хотелось бы поговорить в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также с Сергеем Буслаем, Иваном Маркеловым, Евгением Ворониным и Константином Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Состоялось, наверное, одно из самых главных событий в мире футбола последних, наверное, может быть, даже и лет. Состоялась жеребьевка чемпионата мира, которая пройдет в России уже в следующем, в 2018 году. Мы узнали своих соперников, да и вообще весь мир узнал футбольный, кто, с кем и где будет играть. Уже буквально через несколько, ну, можно сказать, чуть больше часа состоится матч Лиги чемпионов. Прошел 19-й тур чемпионата России. 20-й тур будет интересным, потому что главные дерби страны – «Спартак» ЦСКА. Обо всем об этом мы будем говорить вместе с вами. Дорогие друзья, телефоны вы видите на своих экранах, и я хотел бы озвучить вот такую историю. У нас представитель телеканала «Видное ТВ» побывал на жеребьевке чемпионата мира, и вот такой талисман чемпионата мира – «Волк Забивака», который является символом нашего чемпионата. Вот такой приз будет сегодня разыгран между всеми участниками нашей программы. Ну и, естественно, те, кто принимает участие здесь, в студии, также имеют полное право. Кто угадает, кто угадает, дозвонится на нас, оставит свои координаты и угадает счет. Вот в центральном дерби 20-го тура «Спартак» ЦСКА, тот получит вот этот вот приз от программы «Все грани меча». Я думаю, приз и очень, и очень даже достойный. Итак, звоните, телефоны вы видите, вопросы вы видите, главный приз мы определили. Друзья мои, давайте посмотрим и сами вспомним и нашим телезрителям напомним, кто достался соперниками сборной команды России на чемпионате мира. Итак, Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай. Именно эти команды будут бороться за выход из группы А, ну куда, естественно, попала и наша команда. Сереж, как жеребьевка, как итоги ее? Отлично. По крайней мере... Шары умеют катать. Спасибо. Ну что ж, следующий вопрос. Отлично, Сереж, к какому плане отлично? Слабые соперники достались? Ну, ты знаешь, я что-то заметил, что когда жеребьевка проходит, и принимающая команда, не команда, а страна, которая принимает чемпионат мира, ей, как правило, достаются именно вот такие соперники, не очень сильные, стараются, я так думаю, чтобы команда-хозяйка вышла хотя бы в следующий тур. Вот, и поэтому у нас... Почему ЮАР так не повезло, когда они жерлись? Ну, ЮАР сами... Ну, команда, давай честно скажем, ЮАР-то не очень, это сама по себе команда очень сильная. Раз в десятилетие, действительно. Ну, тем не менее, а что наша сборная рекордсмен по выходу в чемпионат мира? Ну, это не консмерт, но все-таки, да. Два раза в десятилетие. Два раза, а то было 16 лет мы не выходили на чемпионат мира. Хотя говорят, что шансы у нас перед каждым чемпионатом есть, но... Шансы, я могу сказать больше, шансы есть у любой команды, которая вышла. Да, согласен. Какие бы они ни были. Иван, скажи, пожалуйста, кого из соперников, да, Саудовской Аравии, Египет, Уругвай, мы можем назвать своими главными конкурентами. Конечно, Уругвай. Ну, а дальше мы, скорее всего, я думаю, что мы будем бороться с Египтом, хотя тоже команда, так, вышла ни шатка, ни валка, по-моему, в стыковых матчах она вышла, да. Поэтому, наверное, на самом деле, все-таки я отмечу больше Египет, что главное противостояние с ними будет, потому что с Уругваем, конечно, натягаться трудно будет, а вот Саудовской Аравии, конечно, обыгрывать однозначно надо, а вот с Египтом нужно напрячься. И хоть 1-0 сгонять. Стартовый матч, стартовый матч чемпионата мира будет у нас в Саудовской Аравии, в Лужниках, первый матч. Вы красавцы, стадион. Чего ждем, Жень? Ой, я даже не знаю, наверное, все-таки победы хотелось бы от наших футболистов. То есть 4-1, ты, как и всегда, предсказываешь победу. Ну, примерно 4-1. Ну, Леха, я думаю, не будет у нас ни одна игра, поскольку, скажем так, в любой из команд, которые представляют в нашей группе, будь то Египет, Саудовская Аравия или Уруга, тем более, в командах играют, скажем так, не только в тех чемпионатах, в которых играют футболисты, но и в других мировых чемпионатах. Ну, я не вспомню игроков в Саудовской Аравии. Ну, играет же, а у нас, назови, кто играет в Европе. Я тебе полно таких назову. Из нашего состава сейчас. Константин. И Рауш. И Рауш играет. И... Вот он. Нурштейтер. Нурштейтер. Черешик. Черешик. Опять-таки. Они в составе сейчас, да? Не важно. В составе. Почему и Рауш, и Нурштейтер. Поэтому, я думаю, что здесь противники сборной России, только сама сборная Россия. Интересно. Константин, скажи, пожалуйста, какая группа, да, ну так примерно, хотя бы помнишь, можно сказать, что есть какие-то группы смерти? Потому что, когда вот закончилась Жеребьевка, в общем-то, вот мое первое впечатление, вот группы смерти вот таких вот реальных, в общем-то, и нет. Я вот тоже сейчас подготовил, открыл. Ну, мне очень понравилась группа, довольно плотненькая такая, но, тем не менее, очень интересная. Это, ну, не Аргентина, а где Германия, Мексика, Швеция и Южная Корея. Мне кажется, что немцы тут, конечно, выделяются на общем фоне, но вот борьба за второе место будет крайне интересна, потому что и мексиканцы, и шведы, которые выбили, как мы понимаем, итальянцев, и Южная Корея во главе с Соном и с Тоденхэма, да, это довольно крепкие коллективы. И вот, опять же, немцы, я думаю, все-таки свое возьмут в группе, но вот за остальными будет интересно посмотреть. Вот если Понту Саверлова не возьмут в сборную Швеции, на чемпионат мира, я даже уверен, что Евгений будет болеть за эту сборную. И мне еще сразу понравилась группа, вот группа Б, несмотря на то, что там явно аутсадир Иран, я напомню, Португалия, Испания, Марокко и Иран, да, но португальцы, как мы знаем, очень неклассно идут в чемпионатах, и вот Европу, которую они тоже взяли, как мы помним, они не одержали ни одной победы. Тут и Марокко, и Иран могут преподнести сюрпризы. А мне кажется, Португалия, Испания... Ну, то есть, FIFA впервые немножко изменили жеребьевку, они, видишь, чтобы не было групп смерти, я так понял, что они пропускали, да, ты видел? Нет, ну, два из Европы и из других групп. Тем более, видишь, они пропускали, да, если попадал, допустим, там видели, может, в Б, кажется, попала, команда европейская, ее перекинули, там, следующую, чтобы не попадали, во-первых, за одного континента, много команды, второе, по рейтингу раскидывали. Ну, конечно. Да, и поэтому... В интернете, Олег, некоторые мемы такие ходили. Группа смерти уже есть, это чилийцы, США, голландцы, итальянцы. Те сборные, которые не попали на чемпионат мира. Если честно, многие вот как бы и высказывались по поводу нашей группы и по остальным группам, и было, ну, так, заметное количество комментариев, что, возможно, это самый слабый чемпионат мира за последние... Да, по участникам за последние несколько вот чемпионатов. И, в принципе, мне кажется, что итальянцы, и голландцы, и те же самые чилийцы, это те сборные, которые мы привыкли видеть на крупных чемпионатах. Возможно. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас проходит конкурс прогнозистов. Главный приз, это, я вам честно скажу, главный приз, это вот забивака, волк забивака, главный талисман чемпионата мира, он достанется тому. Ну, и причем он пришел к нам в студию прямо именно из Кремля, да, именно на жеребьевке. Не знаю, прикасался ли к нему Пеле, Марадонна, да, и... Ну, на крайнем случае, ну, Иван Ургант, может быть. Да, вот, но, тем не менее, он достанется тому телезрителю, который дозвонится до нас и угадает счет в 20-м туре «Спартак-ЦСК». Я думаю, это будет хорошим... Вопрос у меня по волку забиваки. Как ты будешь его делить, если несколько человек угадает счет? Чтобы первым дозвониться. А, первым, понял. Ну, конечно, конечно. Причем он должен дозвониться сейчас, а, естественно, угадаем результат чуть позже. Итак, давайте подводим итог. Очень много у нас тем сегодня. Подводим итог. Что у нас... Позвоните. Что у нас по сборной команды России. Помните, когда мы 7 лет назад получили чемпионат, мы говорили, мы должны воспитать новую сборную, мы должны ее подготовить. А в итоге все те футболисты, которые, ну... Ну, чуть-чуть добавились. Ну, чуть-чуть добавились, да, но, тем не менее, такой костяк, что называется, он по-прежнему... Ну, можно сказать, Олег, что вот в конце громко хлопнули дверью в матче с испанцами, да, хотя вот я лично был на матче с Аргентиной, мне катастрофически не понравилась ни наша игра, ни вообще в целом, как смотрелась встреча. И поддержка требует. И поддержка, да, в том числе. Я надеюсь, что многое благоразумится. Соответственно, наш чемпионат будет таким же по организации, как Олимпиада в Сочи. И хотелось бы, чтобы мы шли к своей цели. А для нас, вот, без всяких усмешек, главная цель это выйти, конечно, в плей-офф из группы. То есть одна восьмая, а в одной восьмой, я напомню, мы попадаем либо на Испанию, либо на Португалию. Возможно. Ну, скорее всего. Есть русская пословица, это я свынеслащий, да? Олег, у меня вопрос, а ты говоришь, что и костяк сохранился. Какой костяк сохранился? По сравнению с каким-то чемпионатом? Березовцкий. В прошлом. Ну, в прошлом чемпионате мира. Ну, а назови мне, какой там, кто там играл. Кто был, Кокорин, Смолов, Акинфеев. Да, ну, кто еще, оборона практически всех поменялась. Жирков остался, но тоже. Какая оборона поменялась, те же самые выйдут сейчас опять. Центральная защита, это уже НОВ. Кто выйдет-то? Нет, понятно, Головин, Загоев, может быть, Загоев, по-моему, был. Ну, не знаю, если травмы не было у него, я не помню. Да, ну, хорошо, хорошо, очень хочется надеяться на то, что сборная команда России за эти полгода, которые остались до первого матча Саудовской Аравии, подготовятся как надо. И уж действительно мы здесь, на программе «Все грани меча» будем говорить только о том, как сбивал Кокорин, Головин, Загоев, Верлбом, конечно, тоже будем говорить, но если он попадет в сборную команду Швеции. Друзья мои, как говорится, держим кулаки за нашу команду. Давайте, давайте двигаемся дальше. Лига чемпионов. Уже буквально через небольшой промежуток времени ЦСКА вылетел в Манчестер Юнайтед и сегодня в 22.45. Практически сразу после окончания нашей программы они просто просили перенести матч чуть попозже, потому что им необходимо посмотреть «Все грани меча» на телеканале «Видное ТВ» и только после этого выйдут на футбольное поле. Итак, посмотрим, каковы турнирные расклады перед последним шестым туром. Лига чемпионов. Манчестер Юнайтед обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. Хотя нет, с первого не обеспечил, он обеспечил выход. Базель на втором месте ЦСКА, на третьем месте по личным встречам уступая Базель. Ну и Бенфика не набрала ни одного очка и занимает четвертое место. Жень, скажи, пожалуйста, многие говорили о том, что сыграла с Манчестером. Последнее. К тому моменту у Манчестера уже ничего не надо будет. Они уже все себя обеспечили. Манчестер обеспечил себе. Что ждать нам от игры с ЦСКА? Ну, очень тяжело будет. Тем более мы потеряли двух человек, которые сейчас... Как называют, градообразующие, командообразующие. Командообразующие и голозабивающие, скажем так. Потому что Вербулл уже в последних четырех матчах забил четыре мяча. Последних трех-четырех. Да, забил мячи. Поэтому он не будет там. Будет готовиться к матчу со Спартаком. Но поехать туда он поехал. Это мы знаем. По матчу. Что касается по матчу. Ну, думаю, что матч будет тяжелый. Очень тяжелый для нас. Боюсь, что лучшим исходом матча для меня была бы, наверное, ничья. Это лучший исход. Я думаю, что это не только для всех болельщиков. И чтобы Бенфика громко хлопнул дверь. Это было бы вообще идеально. Но не все же вести, допустим, Манчестер пропускает на последних минутах, когда мы только-только порадовали, что вот-вот мы вырываемся вперед на три очка. Тебя не беспокоит то, что вот Манчестер недавно играл с Арсеналом, да, в чемпионате, и они встали в автобус после того, как забили два быстрых мяча. И потом я видел только одну команду, это Арсенал. Я как-то строфически не везло, что там сделал Дхея, там, мне кажется, Маурини сказал, это лучшая игра вратаря в мире. Ну, Арсенал тоже играл. Ну, будем надеяться. Там полкоманды, конечно, Манчестер и основные не будут играть. То же самое вратарь не будет играть в Манчестере. Основное Дхея. Ну, возможно. Я не думаю, что второй вратарь Манчестер и парень, как говорится, соседнего двора. Я понял тебя. Напоминаю еще раз нашим телезрителям. Тему вы видите на наших экранах. Нужно дозвониться до нас, либо в прямом эфире, либо оператору связи, сказать, оставить свои координаты, сказать, какой счет матча Спартак-ЦСК будет в 20-м туре. Ну, и главный приз, главный приз, этот Волк Забивака, который попал к нам в студию прямо с места проведения жеребьевки чемпионата мира. Поэтому звоните, время еще есть. Итак, идем дальше. Вань, скажи, пожалуйста, я понимаю, что мы сейчас еще подойдем к Спартаку, но, тем не менее, примерно равные ситуации. Что у ЦСКА, что у Спартака. Третье место необходима победа. Ну, за исключением каких-то там, может быть, деталей. За счет чего наши российские команды смогут добиться результатов в Англии? Ну, только, мне кажется, только перетерпеть и отдать полностью все свои силы в этой игре. Иначе никак. Потому что в последнем матче единственное, что у Спартака, конечно, была трудовая победа. А у ЦСКА вообще легко прошелся, потосно. Надеюсь, что ЦСКА форму сохранил. Не знаю, может быть, и на самом деле 50% это все-таки будет везение. Ну, будем надеяться. 50%, а больше процентов. Будем надеяться. Сереж, скажи, пожалуйста, поступила информация о том, что Слуцкий, бывший главный тренер ЦСКА, приехал в стан армейцев там, в Манчестере. В Донбаре от Генчаренко. Скажи, это какой-то психологически поможет ЦСКА, но все-таки он знает коллектив, он знает, как играть в Англии, может быть, еще какие-то моменты подсказать команде? Не знаю, какова цель визита. Ну, я думаю, он же в Англии, только когда вчера его только сняли, да, с поста главного тренера Хала. Ну, или позавчера. Или позавчера, да. То есть, он, я думаю, такой дружеский визит. Я не думаю, что там он будет как-то вмешиваться в какой-то ход событий. Ну, возможно, подскажет что-то. Но у Жени, вот мы ехали, он сказал, что плохой знак для ЦСКА, что Слуцкий приедет. Плохой знак для ЦСКА, а мы не будем забывать, что Слуцкий старсовал в Лиге-чемпионах Манчестера Юнайт этой игрой вообще-то. 3-3-3. 3-3 сыграли этот счет, который необходим ЦСКА в этом матче. Это было бы вообще, конечно, шикарно. Конечно, будем надеяться, что ЦСКА молодежным, по большому счету, молодежным составом действительно не будет ни Вернглова, не будет ни Нарха, не будет Березуцкого, не будет Щенникова, Миланова. Ну, то есть, можете себе представить, какие футболисты, которые еще в прошлом году играли в молодежном составе ЦСКА и в Молодежной Лиге-чемпионов. Анопка, наверное, будет, да? Ну, Анопка, скорее всего, Явчинников, благо у нас играющие тренеры, да. Да Гончаренко тоже вроде бы играющий. Нет, Рахимич еще. Рахимич, опять-таки, да. Есть же порох пороховиц. Рахимич может возглавить, кстати, ЦСКА. Прошла информация. Вряд ли, я думаю. ЦСКА, интересно, да. Я думаю, это фейк. Итак, болеем за ЦСКА и желаем победы. Хотя, ну что уж, как говорится, от добра добра не ищут, но ЦСКА уже себе обеспечила место, как минимум, в весенней части в Лиге Европы. Как и Спартак, к которому, в общем-то, мы и переходим. Давайте посмотрим турнирные расклады этой команды перед шестым туром. Ливерпуль на девятом месте. Севилья на втором одну очко уступает. Спартак шесть очков. И Морибор два очка. Вы знаете, я посмотрел турнировую таблицу и могу сказать, что в группе, где играет ЦСКА, единственная группа, где четвертая команда не набрала ни одного очка. И единственная группа, где играет Спартак, где участник, который занимает первое место, не обеспечил себе еще выход в следующий плей-офф Лиги Чемпионов. Там Манчестер, подожди, еще тоже, насколько я понимаю, не... Какой? Манчестер и на этот? Да, он тоже не обеспечил, он при некоторых раскладах там может... Ни при каких. У него лучшая разница с Базилем. Он два раза победил Базилем. А ЦСКА может, но... Но он на втором месте будет. Он на втором месте будет ЦСКА, если он выиграет со счетом более трех мячей. Ну, то есть, это реально уже? Ну, это реально. Ну, конечно. Потому что Манчестер уже вышел. Нет, Манчестер и вышел уже однозначно. У него лучшая разница... Это вот про Ливерпуль можно сказать, что при некоторых раскладах Ливерпуль может оказаться... Нет, я говорю, Манчестер может не выйти с первого. Потому что он выйдет... Олег сказал, что да, или кто? И Ваня сказал, что Ливерпуль может не выйти. Нет, Ливерпуль может не выйти. Я говорю, это единственная группа, где лидер, который находится на первом месте перед последним туром, Не обеспечил себе еще выход в Лигу чемпионов. Спартак много потерял в игре с Морибором. Много, это 4 очка. 2 очка, которые заработал Морибор, это заработал матч с Спартаком. Это мы в прошлый раз говорили. Скажи, пожалуйста, надо побеждать в Ливерпуле. Спартак более-менее оклемался после невразумительной игры, может быть, месячной давности. Сейчас более-менее оклемался. Победа над Зенитом, победа над Арсеналом, трудовая, рабочая. Что нужно, чтобы победить Ливерпуль? Нет, да нет, никакого чуда не нужно. Причем даже ничей не хватит Спартаку. ЦСКА может хватить ничей? Ну, если Бенфика победит Басе. Олег, я быстренько ремарку. А Спартаку только победа нужна? Спартак – это команда настроения. Она может хлопнуть Ливерпуль спокойно. И в тот же момент и крупно проиграть. Вот тут такой момент. К сожалению, у Спартака нету некой дистанции, как у ЦСКА, да, чтобы сыграть мячу и там некоторые расклады ждать от Чуда от Бенфики, например. Да Ливерпуль такая же команда. У Спартаку только нужна победа. И если при должном настрое, который есть у главного тренера красно-белых, я думаю, что Спартак сможет нас удивить приятно. Другой момент – то, что Ливерпуль сейчас в чемпионатах Европы и на своем континенте показывает одну из самых зрелищных футбольных игр наравне с Манчестер-Сити. За игрой огромное удовольствие Юргена Клопа команды смотреть. А мы помним, как они сыграли со Спартаком в первой игре в Москве. Мы же помним, Спартак, честно признаемся, отскочил. Возили. Повозили нас. Ну вот опять же это все-таки удача. Может быть здесь Спартак в Ливерпуле. Да, были уже прецеденты. Прецеденты, да. Поэтому, нет, надеяться надо только на хорошее. Если мы покажем такую же игру, которая была с Зенитом в последней игре, атакующую, то все возможно. К тому же при всем при этом Ливерпуль там, насколько я помню, она самая бьющая у нас команда чемпионата Англии, но при этом пропускает она тоже. Прилично. Поэтому, может быть, попробовать такую тактику отсидеться, то, что было в Манчестере и Арсенале, отсидеться в обороне и отыграть на контратаках. Как раз-таки побить Ливерпульцев ихним же оружием. Ну, вполне возможно, учитывая, что у Спартака, как мы говорили в прошлой программе, что одна из самых сильнейших линий атаки. Атаки, да. Да. И на этом можно сыграть, да, Спартаку, можно сыграть. Сереж, из области фантастики или нет все-таки победы Спартака? Нет, нет. Они, я еще раз скажу, команды очень похожи. И по стилю похожи, и по менталитету, можно сказать. Команды непредсказуемые. То есть, и Спартак, нельзя сказать 100%, что в каком-то матче Спартак победит, даже в чемпионате России. Также о Ливерпуле можно сказать, что премьер-лиги английская, тоже Ливерпуль выходит, и непонятно, победит ли Ливерпуль, не победит, в ничурс играет. Там очень много факторов может играть. Поэтому, я думаю, 50 на 50. У Спартака есть 50% шансов, так же, как у Ливерпуля. Ну что ж, последнее время, последние 10-15 минут, мы с вами говорили об играх ЦСКА и Спартака в Лиге чемпионов. Ну а в 20-м туре, эти 2-х туре уже прямо на этой же неделе, они встретятся между собой. И еще раз напоминаю нашим телезрителям, что у нас идет конкурс прогнозистов, поэтому звонки подступают. И для тех, кто угадает счет в этом матче, вот Евгений мне помогает, для тех, кто угадает счет в этом матче, вот такой вот приз, приз, волк-забивака, талисман чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве в следующем году. Поэтому, да, звоните и угадывайте, и говорите счет, и узнаем победителя. Друзья мои, побед, побед, и еще раз победа ЦСКА, Спартаку, положительных эмоций всем болельщикам. И уверен, что именно необходимые результаты будет зафиксирован в этих встречах. Мы переходим дальше. Лига Европы. Также два наших клуба принимают участие в этом турнире. Ну и давайте вспомним, каковы у нас дела в группе Локомотива. Мне кажется немножко странным, что Шериф находится на первом месте, 9 очков, Локомотив идет вторым, Копенгаген третий набрал 6 очков, и Фастаф команда из Чехии набрала 2 очка. Кстати говоря, Шериф играет с Копенгагеном, да, мы знаем, ну и Локомотив Фастаф. Казалось бы, все карты в руках, и все тузы, и все джокеры у Локомотива. Так ли это или не так, Константин? Нет, ну так ли. Я смотрел выпуск с двумя братьями Мирончиками, у которых сейчас очень серьезная вот такая задача, есть подготовка очень серьезная, потому что Фастаф, несмотря на то, что команда нехватающих звезд, да, там, с неба в самом составе довольно так неплохо смотрится в своем чемпионате, и тут все зависит непосредственно от настроя, от того, с какими, ну, с боевыми силами уже стало известно, что команда полностью готова, уже вылетела практически в Чехию. Здесь такой момент, Олег, опять же, Локомотив должен побеждать и обязан это делать, но что-то как-то не супер клеится, так, как в чемпионате России, в Лиге Европы, и Локомотив, к сожалению, единственная команда, у которых есть даже маленькие шансы не выйти в Евро весну, если Зенит и другие команды, да, наши, уже обеспечили себе, да, выход, то Локомотив, возможно, вот это вот будет у Семина. Но Локомотива достаточно ничьи. Нет, там нужна победа. Там, если Шериф и Копенгаген не сыграют 3-3, 4-4, 5-5, ну и так далее. Там, по-моему, только вот этот расклад. Если не сыграют 1-1, то Локомотив проходит. Нет, ну смотри, у Копенгагена же сколько? 6 очков, да? У Копенгагена 6. У Локомотива 8. Да. В любом случае, если даже они сыграют ничьи, у Локомотив проигрывает. 7 будет у Копенгагена. Не за ничего 1 очко дается Олег, а не 2. Почему? Копенгагена обыгрывает Шериф. Не обыгрывает. Ты же говори про ничью сейчас, Если Копенгаген шериф... подождите, мы говорим о том, что все три команды претендуют. Да. Правильно? Если Копенгаген обыгрывает Шериф, у него становится 9 очков. 9. Локомотив играет в ничью, у него тоже становится 9 очков. И по показателям... И по дополнительным показателям нужно раз 9 очков фастафф игры убираются. Я просто смотрел эту историю. Убираются, и там уже будет идти количество... Личных встреч. Не личных встреч. Личные встречи при трех командах уже не учитывается. Только при двух. Идет количество забитых и пропущенных. Сейчас у Локомотива плюс 3, у Копенгагена плюс 2, и у Шерифа тоже плюс 2. Сам факт того, очень сложная система. И если команда играет больше со счетом, чем 3-3, то Локомотив проходит в следующем раме. Ну, если говорить спокойно, то Локомотиву, конечно же, только нужна победа. В этом матче... Победу, конечно же, Фастаффу надо побеждать. Да, без какого-либо настроения. Играет не там. Я был на матче Локомотив с Фастафф, когда Фернадош забил свой самый быстрый хит-трик в Еврокубках, да, и в Лиге Европы в том числе. И здесь, конечно же, полностью поддержка будет, я думаю, со всех сторон за Локомотив. Сереж, мы с тобой 158 миллионов раз говорили о том, что Локомотив такой, движется, что называется, по своим рельсам благодаря тренеру, главному тренеру Семину. Что Семину нужно предпринять для того, чтобы Локомотив, как сказал Константин, в чемпионате идет, а в Лиге немножко буксует? Ну, я думаю, Семин придумает что-нибудь. Потому что... Локомотиву это интересно? Или ему нужно, в общем-то, закончить выступление в Европе, и уже все, чемпионат России, чемпионство светит и так далее? Да нет, я думаю, Локомотив пройдет, даже со второго места он пройдет. Ну, пройдет и Шериф. У меня что-то так предчувствие такое, что... Шериф играет в Копенгагене. Ну и что? Нет, Шериф, я сколько раз говорю, а Шериф идет на первом месте. Я понимаю, но он проигрывает Копенгагену... И по игре, вы видели, вот Костя, я смотрел все матчи, да, всех команд, да, ты видел? То есть Шериф-то самая симпатичная игра у Шерифа. А Шериф 1х, и значит, Копенгаген дальше не выходит. Ну, Локомотиву даже где-то... Локомотив может, допустим, ничью сыграть, да, и тогда игра в Копенгагене, там уже будут смотреть. Как раз таки вот это вот. Вот не хотелось бы сыграть Локомотив ничью, а Копенгаген победит. Потому что дома тоже Фастов может упереться, там, Злин. Злин, это такой город, Злин. Это одно имя, что говорят. Это да, это правда. Ну что ж, будем надеяться, будем надеяться, также в четверг, в четверг будет Лига Европы, и, по-моему, в одно время, все матчи в одно время, в 23.05 стартует, будет играть Локомотив, ну и Зенит. Зенит, ситуация, в общем-то, самая, наверное, простая, она могла бы вывести уже болельщиков, наверное, на этот матч. Но посмотрим, каков состав будет. На первом месте Зенит, 13 очков, Реалса съедат 12, ну и Руссенборг, и Вардер, да, уже не имеют никаких шансов на то, чтобы продолжить борьбу. Кстати говоря, Зенит, я все люблю свою статистику, по набранным очкам мы все оставим. Почему же ты работаешь на телевидении? Зенит, еще одна команда, если мне память не изменяет, по-моему, Арсенал, набрали по 13 очков из всех групп, да, то есть максимальное количество, 13 очков, ну не максимальное, которое возможно, а именно 13 очков. Это в Лиге Европы, да? В Лиге Европы, да, именно Зенит и Арсенал, не тульский, а лондонский. Я думаю, с Зенитом все понятно, да, как я уже сказал, Зенит мог вывести своих болельщиков на этот матч. Тем не менее, Зенит может выйти не с первого места в своей группе, и, соответственно, попасть на... Они играют в сериале со Съеданом. Да. У них там, в Испании, играют... Ну, со второго там... Со второго места им попадется Лига Чемпионский соперник. А, там так, да? Да, Атлетика Мадрид. Вот в чем и прелесть первого места. Может быть, наоборот, интереснее будет. Пускай посмотрим Атлетика. Состав-то хороший. Да. Ну, это да, это было бы интересно. Пусть сильный соперник, да, попадет. Интересно, интересно посмотреть. Ну, естественно, то же самое. Желаем удачи и победы. Ну, а для тех, кто только присоединился к нам, напоминаю, у нас идет конкурс прогнозистов. Поступают уже результаты матчей, матча Спартак-ЦСК. Кто на какие ставит команды. Ну, и главный приз, главный приз для тех, кто угадает. Следующий вторник мы подведем итог. И вот такой вот волк-забивака главный приз, который талисман нашего чемпионата мира 2018-100. Торопитесь, торопитесь, потому что я видел, Женя там уже раз в пять позвонил. Это правда. Главное, что не то, чтобы позвонить, Главное, чтобы вырезали. Я говорю, да. Результат, это естественно. Естественно. Давайте переходим. Переходим. Ну, я не знаю, может быть, и есть смысл напомнить нашим телезрителям, раз уж мы подготовили такую табличку еще раз. 5 декабря Манчестер Юнайтед принимает ЦСКА и 6 декабря Ливерпуль играет со Спартаком. Ну, и какая песня ливерпульской четверки будет звучать 6 декабря, мы узнаем уже совсем скоро. Лига Европы проходит в один день в четверг 7 декабря. Фастаф играет с Локомотивом и Реалс и Съедат играет с Зенитом. Матч, как говорится, за первое место в этой группе. Друзья, мы переходим к чемпионату России. 19-й тур, предпоследний тур в этом сезонном, в этом сезонном, календарном год до уходящим. И как провожали его участники, давайте посмотрим турнировую таблицу и вспомним результаты. Итак, Анжи Ска-Хабаровск 4-0, два мяча на первых минутах и Ска-Хабаровск поплыл. Краснодар-Ахмат, наверное, самый зрелищный, самый боевой матч, учитывая, по-моему, 10 желтых карточек было показано в этом матче. Уфа-Амкар, Уфа-Амкар, реабилитировались перед болельщиками и у себя дома выиграли Амкар 3-0. Локомотив Рубин, локомотив на последних минутах набирает три очка и, как говорится, продолжает бетонировать чемпионство этого сезона. Зенит-Урал 2-1, Зенит не впечатлил, но, как говорится, три очка взял. Динамо-Ростов барабанная дробь, Динамо берет три очка за последние, по-моему, шесть игр первые три очка. Он первый хохох выиграл. Ну и ЦСХ Тосна 6-0, как сказал Иван, прошлись катком и Арсенал Спартак также на последней девяностой минуте Спартак смог взять три очка. Какой тур результативный. Тур очень результативный. Только две команды, да, 10 мячей. Везде мячи забивались, и какие мячи, красивые мячи, большие счета. Кстати говоря, один из наших коллег в одной из передачи заметил, что ни одна московская команда в девятнадцатом туре не пропустила. Да. В том числе и Динамо. Не проиграл. Ну, не проиграл, раз не пропустила. Значит, не проиграл. Не пропустила. Локомотив, Спартак, Динамо и ЦСКА сыграли на ноль. Все сыграли на ноль. Поэтому мы такие довольные сидим. И мы начинаем обсуждение, давно, давно мы этого не делали, начинаем обсуждение игры именно этой команды. Динамо, Москва, Ростов. Счет 2-0. Динамо болельщиков всех поздравляем. Давно они ждут побед. Сереж, Ростов после своего взлета, что называется, теряет форму. Что? Теряет... Кучук, любимый тренер Константина. Константина. Это правда. Да нет, ну там много проблем у Ростова. А по Динамо, конечно, только порадуется именно за тренера Хохлова. То есть, я скажу, что перед матчем многие динамосы были в шоке, когда увидели состав и непонятно было как играть. Даже Кучук сказал, что я понял, так, где нам будет играть с тремя защитниками. А там не три защитника, а Цалагов был в полузащите. А два защитника? Да, там Хольман на край ушел. Там так перекроил, он все, вышел с двумя нападающими. Именно с нападающими, у которых была там своя цель. Самбо-Соу был распасовщик, Цалагов был последним защитником играл. Чистильщик. В принципе, интересная игра получилась с интересной схемой. И видно было, что Дмитрий Хохлов действительно понял за эти игры, которые он проиграл, что как должно играть Динамо и кто лишний. Тем более, в последнем интервью он сказал, что есть на некоторые позиции люди, которые очень нужны, а есть позиции переполненные, ну-ка, не переполненные, избыток игроков на эту позицию. Поэтому, допустим, он убрал Козлова, игрока бывшего сборного, на это место поставил Хольмана, и который неплохо сыграл Хольмана. Сначала немножко тусовался он, его все тянуло в центр, человек столько лет играет в центре обороны, и тут он с краю сыграл. И сыграл неплохо, молодцы. В общем, Оборона сыграл, вышел Рыков, да, была пара Шунич-Рыков. У меня сдается впечатление, что я через машину времени, какую-то сейчас мы проехали, и Рыков шунет, и как будто мы 5, сколько, 10 лет назад, а мы не хватает Кристо про самба. А мы один нам говорим все о тех же именах. Не тот самба, да, другой самба. Сереж, но тем не менее, у Ростова уже, как я смотрел обзор, были серьезные ошибки, и вот, что привело к первому мячу, забит кутинару. У него еще момент был, но он как-то слабенько ослаб, не мог ударить по воротам. А у Ростова вообще не было момента? Нет, один момент был у них такой неплохой, но в основном, мне кажется, Ростов удивил, потому что команда вышла в не самом слабом составе, и так сыграть, как-то беззубо, знаешь, играли, и очень видно было, что Динамо по игре и по скорости переигрывает от Ростова, как только Динамо прибавлял, Ростов вставал просто. А Динамо, опять-таки, да, заслуга тренера? Да, да, но я сказал уже, тот, потому что перекроить так состав, то есть Динамоцы, болельщики, боялись того, они писали даже в интернете, что, ну, скорее всего, проиграем, потому что, ну, так перекроить состав, так перекроить игроков, то есть, переставить, и видно, Хохлов знал, что делал, и была очень сложная игра, и как он в конце сказал, в конце матча, что он сказал, что, и его задали вопрос, почему вы не меняли игроков практически 90 минут, он говорит, потому что так хорошо играли они, и я боялся что-то сломать в этой схеме, просто выдерутся, просто засмотрелся, забыл, что существуют замены, вот о чем. Боялся что-то сломать, да. Ну, я поздравляю, еще раз поздравляю болельщиков, Сергей, тебя поздравляю. Последний матч будет с Анжи, в Химках, за 6 очков, да, вот я надеюсь, что очень нужны эти 3 очка, потому что... Ну, у вас сейчас по 19, но мы еще сейчас посмотрим турнирную таблицу. Давайте вспомним еще один результат, ЦСКА, ЦСКА Тосна, 6-0, я, честно говоря, даже не помню, когда ЦСКА побеждал с таким крупным счетом, Женя, ты вспомнишь? Еще может быть больше. Нет, давно уже не... Три пенальти еще, давайте вспомним. Ну, три пенальти было, ну, три пенальти были. Я не говорю, но просто... 7-0, 7-0, да, но не забили, один не забили. Один не забили. Не знаю, Головин меланхолик. Не знаю, почему бил Головин. Не знаю, почему-то Надх не стал. До этого забивает Витиня, я тоже удивился. Забивает Витиня, два мяча. А, он уже ушел. Я просто щелзал там. Он был заменен, поэтому мог бы бить Надх, но почему-то Надх не стал. Надх не стал. Это была разминка перед Манчестером? Хотя бы половину из этих мячей, 6-3 Манчестеру... Тут, наверное, Олег, проблема в Тосном, ведь Зенитом забьют пять. А вот Иван говорит, перед Спартаком отразли. и следующий Локомотив будет в Тосном. он, 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 они перед Спартаком отстрелялись. Ну и давайте вспомним матч, еще один матч, не так много времени, остается очень много тем. И вспомним матч Арсенал-Спартак в этом матче. Глушаков, палочка-выручалочка Спартака прошлого, прошлого года. И в этот раз забил на 90-й минуте. Человек похороны. Но шикарный, шикарный комбинат. Олег, хотел вот, да, про Ливерпуль сказать. Вот такая бы погода в Ливерпуле была, потому что весь матч смотрел, да, сбивались иногда на удары, но все-таки мяч забили при этом разыграв его. Не какая-то передача навесная была, не какой-то удар, отскок и добили, а именно разыграли, что очень порадовало. и весь матч, в принципе, на самом деле, честно был матч до ошибки, до чьей-то. Повезло больше Спартаку. Но Арсенал неплохо, смотрим. Были моменты. Да, были. Были моменты. Арсенал так вообще брат опростил, что называется. Да, да, да. Ну, видимо, специально и вызвался бить по... Видимо, да. Так в конце штрафной, да, пробивал Камбаров, да, была бы... Ну, один он вышел Камбаров, когда щетечка так приложился. Нет, и вратари хорошо сыграли по такой погоде, действительно, каких-то прям грубых ошибок, которые могли бы привести к голу. Ну, повезло сильнее. Ну, или сильнейшему, или как-то... Арсенал давайте тоже отметим. Арсенал в этом году очень приличный. Хорош, конечно. Он ЦСКА обыгрался и не там играл. Бошевич молодец. Мне всегда нравился этот тренер, когда он был и в Ростове, и в Москве, и в Динамо. Мне очень нравился этот тренер. Хорошо ставит игру, хорошо... Давайте. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас зафиксирована после 19 туров. Ничего не меняется у нас в первой пятерке. Локомотив по-прежнему мчится на всех парах к своему чемпионству, по крайней мере, к зимнему он уже примчался. Зенит 36, ЦСКА 35, Спартак 34 и Краснодар 33. Вот такая вот у нас лесенка. Ну и дальше, дальше команды, которые... Там тоже плотность. Уже, в принципе, решили все, что можно. Ну и... Да, подвал турнирной таблицы. Я бы выделил, наверное, вот команды, которые... Амкар, Рубин, Тосна, Динамо, Анжи, Ну и Сахар. Ростов, почему? Да, Ростов три очка. Ростов, я думаю... Да, ну, поддалек. Не знаю. Ну, все может быть, конечно. Не знаю. Я не спорю, тем более, учитывая, что Динамо в 20-м туре будет играть с Анжи, а у вас по 19 очков, то все возможно. Давайте, давайте вспомним чемпионат России, 20-й тур и какие матчи нам предстоит увидеть. Урал, Арсенал, матчи между командами, которые находятся рядом в турнирной таблице, 8-е, 9-е место. Динамо, Анжи, рядом в турнирной таблице, 14-е, 15-е место. Рубинска, Хабаровск, у Рубина есть шанс, что называется, дома обыграть аутсайдера. Амкар, Краснодар, очень интересный матч, Амкар дома очень и очень мало проигрывает. Центральный матч тура, Спартак, ЦСКА, Ростов-Уфа, Тосно, Локомотив, Локомотив надеется 7, отгрузить мячей Тосно, ну и Ахмат, Зенит, Ахмат после поражения, после 2-х, обидного поражения. Злой будет. Злой будет. У себя тем более. Очень надеюсь, спасибо за табличку, надеюсь, что он, да, для болельщиков всех наших любимых команд победит. все-таки отыграется. Итак, друзья мои, остается буквально одна минута. Прогноз? Прогноз. Значит, мне подсказывают, что поступило 10 звонков, результаты матчей очень предсказывали, достаточно интересные. Был счет и 0-4, и 3-0, и самый популярный счет, самый популярный счет 2-1 в пользу Спартака. Ну, а теперь я хотел бы узнать, потому что наши участники тоже претендуют на то, чтобы завоевать вот этого волка забивака. Итак, Сергей. Давайте тогда уж, я хотел сказать, не буду говорить 2-1, скажу 3-3. Ого, интересно. В чьей пользу? Иван. Не, я скажу 2-1 в пользу Спартака. уже там... 2-1 в пользу Спартака. Нет, ты уже не выиграешь. Ничего страшного. Почему это не выиграешь? А сказал Олег, кто первый позвонил? 3-1 в пользу СССР. Неплохо, Константин. Так, ну, я уже все услышал. 2-2. Ставь на 2-2. Если хочешь взять, ставь на 2-2. Ставь в 4-4. Слушайте, а почему бы и нет? Давайте поставлю 2-2. Хвост мой тогда уж. отлично. Итак, друзья мои, следующий вторник мы разыграем, будем знать результаты матча Лиги Чемпионов, Лиги Европы и 20-го тура и будем подводить итоги и обязательно узнаем, кто выиграл твой прогноз. Твой? Мой прогноз. 1-1. 1-1, пускай будет 1-1 боевая ничья. Всего доброго и до следующего вторника. Болеем за свои. До свидания. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»